Итак, здорово соратники! Сегодня у нас вроде бы 14, не помню ни суть, или 15, 14 апреля. После некоторого наезда на день космонавтики мы с Моной отошли, хотя было тяжело. И сейчас пришло время кратко рассказать, что вообще происходит, почему так в агонии бьется так называемая глобальная власть, из чего она состоит и что с ними происходит. А все открыто. На самом деле все очевидно, и они это все показывают в клипах. Я закончу вот этим клипом сегодня. Надеюсь, обзор этого клипа DJ Smash, как обещал. Но начну немножко издалека. Вот замечательную дату 5 августа, то есть 13 и 9. Некто Кэти Перри, это рупор просто, масонерии это рупор, твари вот этого муравейника. Понимая, что тварь померла, они послали сигнал о том, что все еще впереди и все может измениться. О других ее сигналах я расскажу позже, вот этих глазиках, как-нибудь, как смогу. Ну а пока мы вот об этом поговорим. На цифре 6 survive. Выживем. Мы не просто выживем. Но это они так, это себя льстили, зная, что тварь померла. Они себе льстили. Вот в этом клипе. Потому что у них очень важно не просто выйти на некое цифровое пространство, на квантовый уровень, на ритуальный уровень, свой посыл сделать. Но и сделать так, чтобы в нашем сознании, то есть в материи, в нашей вселенной они-то вещают как бы немножко из другого пространства, из другого параллельного, можно сказать, мира, либо другой вселенной, где другие законы. И они были на контакте с этой сущностью, которая, являясь главой муравейника, подключала к себе всех масонов. Для тех, кому сказанное кажется бредом, смотрим сайт Цельнозор, раздел для новичков. «Добро пожаловать в мою паранойю». Так вот, слово «выжить» тут на цифре 6. Интересное послание. Идем дальше. Что же они хотели сказать-то? Вот этим вот. На девятке ты увидишь меня на победе. Процветающий срайв. В общем, преуспеть. Процветание. И очень интересно, что это парашют. То есть она откуда-то свергнута в открытую. Ну, красный цвет ее цвет, только не красное платье, а красная королева. То это уже парашют. Парашют тот самый, которым она была накрыта в фильме «Цирк» 36-го года. Это послание товарища Сталина. То, что там он сделал с тварью, это просто ржака. Тоже ритуально, тоже на квантовом уровне, тоже послание, все открыто. Как-нибудь разберу. Так вот, тот самый парашют. Только здесь он красный. Уверен, там был тоже красный. Ну, тут сказано, что этот парашют, это то, что ее раньше... Тут в открытую показано. То, что ее раньше спасло, как бы, позволило выжить. Теперь тянет, он теперь ноша, и теперь тянет ее назад. Уже давно тяжесть он для нее. Мол, не могу написать свою историю. На 18, на 3 шестерки 18, или 2 девятки, в сумме девятка дает. Молчит. Никакого послания не было. Она говорит, да, я выше всякого архетипа. Я не буду приспосабливаться к новым условиям. Да куда ж денется-то? Просто ее символ очевиден. Ну, как не показать символ некоего глазика, паутинки. Чудеса, все открыто. Неважно, как ты мое ядро трясешь. Там уже трясти нечего. Нет, хотя на тот момент было. На троечке. Интересный символ. У них все на кодах. Интересный. Цифровые коды очень важны для них. Вот что на 33 будет. На шестерочке. Корни. Очень глубокие у нее корни. Да, корни глубокие, но уже вот. Все подрубил. Да. И они очень-очень глубокие, говорит. На 36. Глубоко. Вот. То, что ей раньше помогало, теперь тянет ее назад. На 39. Тоже хороший сигнал. Хорошее послание. Все открыто. Если уметь понимать язык врага, все открыто. О, мало-мало, мало веры. На 42. Интересно, что. Опять? Чудеса. Совпадение совпадающее. Не сомневайся. Не сомневайся. Не сомневайся. И везде один глазик. Так, в кадре. Но закрытый. Закрытый на всех ключевых кодах. Они все показывают открыто. Но, мол, я выживу, все будет путем, все получится. Ни хрена. Каждая ложа, которая курирует каждого из исполнительниц. Пинк все открыто в это время показала. Кэти Перри все открыто показала. Гагарина все открыто показала. Гагарина недавно показала ее смерть, как она там на коньках катается. Все замороженные. Тоже надо будет разбирать. В общем, красота. Все открыто. И сейчас мы перейдем к тому, что в их мире творится сейчас. В их мире, не в нашем. Я знаю, мол, и не буду will not negashate, не буду переговариваться, вести переговоры. И так далее. На самом деле все открыто. И по кодам все четко. Случайно ли выбрали вот это вот, оплавленное, как лава? Искореженное ее ядерными ударами место. Не уверен. Когда огонь под моими ногами снова. Когда, в общем-то, все горит под ногами. Да, так и есть. Один глазик. На шестерочке. Когда огонь под ногами. Да, да, да. Ну, все открыто. Ну, как еще назвать? На тройке. Все четко. Она тянет груз. То, что раньше ее двигало, теперь тяжесть для нее. Она в итоге сбрасывает этот груз красный. и переходит в цифровое, но измерение, скажем так, но об этом мы попозже поговорим. No mistake. Раз, два, три. По нарастающей в итоге шестерка. Нет случайностей. Это не ошибка и не случайность. Хорошее послание. Финальный гвоздь, мол, в ней. Классно. Даже текст очень открыто. Все показывает. Она выживет, мол. Да, да, да. Подумай снова. Ага. Мол, не удивляйся, я выживу. И поднимусь. Ага. Сейчас. На 12 поднимется она. Ага. Я должна оставаться в сознании. Потому что сознание как раз ее и было поражено и погибает. И вот тут на шестерочке тоже показывают. Висит. Померла панночка. О, а что холостяк? Через безумие и хаос. Да не выживет она через безумие и хаос. В общем, все четко и все очевидно. Опять позову ангелов своих. Да, хер, эти ангелы придут. Нету их на 13. Никаких ангелов на цифре 13 ты не позовешь. Пыталась уже. Ну, я думаю, все. Последний наезд крайний. Во-первых, это лишь часть тех процессов, которые идут. И весь Рой, вся Масонерия, лишь маленькая часть глобальных, огромных процессов. Ну, теперь пришло время и этой маленькой части просто отмерить. Ну, потому что это лишь маленькая часть уже большого умершего тела. Но об этом я тоже поговорю позже. Как Рой умирает без королевишны. И без тех сил, которые его поддерживали. Да не позовешь ты ангелов. Ладно. Вот, собственно, они показывают, как ей тяжело, их королевишни. И как ей масоны верны. Ну, да, мол, мало веры, мало. Да. Хорошие цифры на двух шестерках. Не сомневайся, а уже дождь откуда-то пошел. А как в дождь-то этот купол появляется? Ну, ладно. И везде одно и то же. На четверочке. Не буду переговоры вести. Везде один глазик. Ну, естественно, либо ванна, либо вода. Ну, куда же без этого. Вода и парашют это просто, ну, огромные. Это просто звенья одной цепи буквально. Это синонимы. Вода и парашют. Ну, как же. Единственное. Не корабль, а именно парашют. Надо же. Показывают новую среду. На девяточке. Сейчас. Она не приспособилась к новой среде. Не надо сказки рассказывать. Она даже в цифровом виде, ее нет уже. Все. И об этом я сейчас расскажу. Не будет она трансформирована в новую среду? Не будет. Ну, сколько раз повторять тупой массонерии? Не будет. Все. Померла, значит, померла. Конечно, но через эту прорывается. Прям через эту пленку, через этот парашют, который раньше помогал. Из новой среды наружу. Конечно, новая жизнь. Сейчас. О, в центре. Надо жить сквозь эту дырочку. Новое рождение. Даже не буду пошлить по поводу того, что за дырочки. Через какую дырочку она пролезла. Сейчас. Ну, конечно. Вылезла в новое пространство. Ну, да. Не, ну, послание это понятно, но это сказки и влажные фантазии, как я это называю. В общем, дальше посмотришь сам воин. А, 222, это же интересно. Что тут интересно? Да, поворот. Война и поворот. Все разворачивается, типа, в ее пользу. Ага, сейчас. Смена плана. Ну, да. В общем, все понятно и все открыто. Ага, you're out of time. Ты без времени. Сейчас. Как раз время-то у меня есть. А у нее нет. И все еще я поднимусь. Ты не поднимешься. Все, успокойся. В общем, много чего можно сказать, но все это влажные фантазии масонов. В этом и таком же клипе в это же время, 15-16 год, они и в 17-м году пытались переиграть победу Тануса, хотя они открыто показали, что Танус все-таки выигрывает, но все-таки разбор второй части. И войны бесконечности, и вторая часть разбора финальной игры я все-таки сделаю попозже. Тоже влажные фантазии, попытка переиграть ситуацию. Ну и так далее. 6,9. Да. Опять глазик. Удивительно. Вот случайно ткнул. 2,4 это 6,9. Ну вот, ну, ну куда. На семерке новый шаг. Все нормально, да. И вот оно, типа, полетело. Полетело ли? Либо возвышается снова на небо, да-да. Ну вот, в общем, вот основная идея. Просто борись с этим, и я поднимусь. Да-да. Ну вот, это послание было из 16-го года. В это же примерно время, уже в 18-м, они программировали наше будущее примерно так. Интересное, ну, 3.03 на самом деле. Интересное послание, будущее. Да, принц этого мира. И паучок, и глаз, все, как классика. Будущее. Они планировали вот такое будущее. Дети. За ними гоняются дроны. Бегут, бегут дроны. Будущее, говорят. Две тысячи, говорят, сорок седьмой. Ну, это по плану, на самом деле. Раньше все. На девятке 2.9. Ну, в силу ограниченности бюджета все, съемки проводятся в обычных помещениях, но, тем не менее, это не суть. Главное, что они говорят, эти идеи, которые здесь забрасывают. Они пытались планировать вот такое будущее, уже после ее смерти. На 33. Включаем. Зарезанно. Ноучип. По лесам дроны гоняют людей, детей. Охота за детьми, у которых нет чипа. Все открыто. Это трейлер к фильму, но фильм тоже можно посмотреть, но почему-то ее как коровы языком сказала. Они еще планировали вот это будущее, которое уже начало разрушаться. Уже. Ну, а сейчас у них последний писк, попытка, зная, что все разрушается, зная, что в еще одном, они это показали в еще одном документальном трейлере, не знаю, клипе, игре. Игра тоже документальная, как и все дома с 16-го года. В первой части я уже рассказывал об этом, что все-таки Думгай победил всех главных в Рое на земле и всяких исчадий ада и уничтожил матку. Сейчас они показали, потом во второй части Ancient Gods, Старые Боги, часть 1, они показали тоже документальный трейлер. Они показали, что Думгай добрался до того, кто стоит за маткой. Мы его называем в сеансах красно-черного. Он покрывал эту матку, скажем так, тот самый, который противостоит белосинему. На самом деле все в сеансах, но все, что в сеансах мы рассказываем, можно видеть в клипах, в фильмах и так далее. Все открыто, потому что мы в парадигме врага. Да, война со злом продолжается, и вопреки, говорят, вопреки воле творцов, палач воскресил темного. Не воскресил! Сам воскрес, у них противоположности сходятся. И грохнул на некотором уровне этого самого красно-черного, который когда-то противостоял и отвечал за разрушение. То есть был творец, некое начало созидающее, некое начало разрушающее, они, вот эти вот начало, они выражены опосредованно, но они представлены в Торе, были в виде определенных сущностей и некие сознания, скажем так, были в резонансе с ними. У этих сознаний были свои полномочия, права, функции, ну и люди, которые их воплощают. В основном это люди, потому что люди, они живут в срединной части Тора, суть Тора, можно сказать. Это ниже уже вселенной, там, насекомых, растений и так далее. В основном, в какой-то степени человекоподобные везде существа живут. Из разумных в основном человекоподобных. Почему называют его палач? Потому что, ну для них он палач. Их мир он уничтожает. Да, была некая битва. Но, в общем-то, все документально, потому что их мир создал вот этот вот самый красно-черный. Можно посмотреть. Это долго, 26 минут. И еще с моими комментариями это все затянется в войн. Посмотри сам. Но, подтверждаю, каждый, каждый эпизод, каждая идея, каждый кристалл, переход, кое-что мы описывали в сеансах с Моной, кое-что осталось за кадром. Очень многое, потому что это абсолютная фантастика. Но вот здесь все открыто. Классный муравейчик. Классный муравейчик. Красно-черный. Да, и была некоторая помощь наших, скажем так. О, глазики пошли. Вот муравейчик. Прикольный. Самый главный красно-черный. И он в виде мурашика. Совпадение? Не думаю. Да, и на нашей стороне, на стороне людей, была некая подмога. Ну, назовем это квантовые сущности, которые теперь стали за нас почему-то. Муравейчик. Но его судьба предрещена. Да, была неплохая битва. Те, кто может видеть, скажем так, в тонком плане кое-что. Они многое видели. Ну, так вот. Ему кирдык. И это четко показали. Он не пал, скажем так. Творец заснул. Он очень редко просыпается, но метко. Он немножко корректирует законы Тора и снова идет спать. Это его право. А мы здесь как-нибудь сами. Зато весело. Они солгают тебе. Ну, врет как раз таки он, отец и лжи. Тот самый красно-черный, которого хотели восстановить сатанисты. Их боженьки тоже уже нету. Как нету всех слуг, как нету чертей. Как нету высших иерархов, так называемых церковных. Причем во всех религиях. Это уже клоуны, да, на двойники. И люди, лишенные всех подключек. Просто пуклы. Так кто же их сделал такими вероломными-то? Ну и в итоге все. Помер. Сейчас попробую найти финальный разговор. Неужели тебе нечего сказать своему создателю, прежде чем... Не он создатель, не надо. Они вроде бы не врут. Он же не сказал мне, твоему создателю. Своему создателю. Творцу. Но тут вся ситуация подобрана так, подыграно, что... Как будто бы от красно-черный, вот этот вот мурашек большой. И является его создателем. Чушь. И понятно, что в сердце ничего красного нет. Зеленый цвет, любимый, да. Но это не его цвета. Ну, было. Были разные разговоры. Были. Только здесь почему-то они не показаны. Но весело. Нет. Да, они очень похожи. Только начало разное. Равные статусы, равные полномочия. Все одинаково. Вектор другой. Цели другие. Не разрушить Тор, не разрушить Вселенную, а создать и сохранить. Еще бы найти начало. Их много-много, но каждый раз за каждым... Каждым ответом встает новый вопрос. За каждой причиной найденной всего происходящего бардака. Находится что-то еще дальше и глубже. Странно. Ну и распад всех демонов, да. Так что где-то с декабря того года никаких чертей просто уже нет. Были классные помощнички. Победунцы. Смотрите сеансы. Все выкладываю. Ничего не таю, как бы это сумасшедше не звучало. Ну, кроме чего-то очень личного. Ну, вот тут уже сказки пошли, что его куда-то убрали. Но это уже немножко другое. Это их фантазии. Так вот, как они реагируют на эти попытки? Вот в очередном документальном клипе Тина Король. В предыдущем клипе показывают, что некая группа людей за ней наблюдает. Ее раскорячила. Ее королеву Роя даже в цифровом виде уничтожили. До всех компьютеров. Потому что это не просто программка. Это нечто материальное. На квантовом уровне это должен быть новый бог. Хорошо. Показали. Ну, теперь показывают попытку мурашей. Вот четко показано. В которых ее сознание Королевы Роя, то есть масончиков, восстановить ее на квантовом уровне. Замечательный клип. 4.01. Ну, 0.2, наверное, скорее всего. Замечательное время. 13.05. 9 апреля вышедший. Очередной замечательный клип, где главный смысл такой. Кого-то хакнули. Группу людей. Четверых. Один из них бородатый, волосатый. Сидят, никого не трогают. Идут к ним, врываются, врываются. Но нас регулярно пытаются взломать. Нашу группу. По большому счету группа-то и с меня, и Моны. Ну, не важно. Но они пытаются взломать всех. И о взломах мы тоже сеансы рассказывали. Показывали кое-что. Да, постреляли масончики. Все взломали. Все классно. Тут тоже по кодам кое-что. Интересно. 24 падения. Ну да, победили победонцы. Не знаю, что там у него. Крестик. То есть, ну и смерть им кирдык. На голове у них на повязках. Все же не просто так. Да, взломали. Ага, надо же. Почти убили. На некотором уровне так и было все. Сволочи. Потом, правда, не все выжили из взломывающих. Все, скачали всю информацию. Документальный ролик. Очередной документальный ролик, как и почти все, вот, не знаю, 5 или 6 крайних роликов Тины Король. Все открыто. Скачали. На 42, 100%. Все, шестерка. Надо же. Так и не смог разглядеть, что у него там, но что-то не очень хорошее. В общем, главный мурашек. Главный. У него даже надпись на главные. Ну, типа натовской такой символу натов. Он даже в черном здесь. Хороший парень, да. При чем здесь парень? На шестерочке начинается. Сигналы определенные там. Абсолютная власть развращает. Да, да. Раз, два. Раз, два, три. Ну, в общем, шестерку. Раз, два, три, четыре показал. Показала. Потому что это она, ее сознание в мурашке. Почему этот костюм? Он красный, черный, но в основном серый. Типа смерть. Ну, основная идея-то какая? Она в некоем помещении. Топчется на одном месте и не может выйти наружу. Это пространство квантового компьютера. Ее пытаются воскресить из сознания мурашика. Она, взломав информацию о прошлом, она дав наши подключки и наши возможности работы с реальностями на разных уровнях, пытается забрать себе информацию о прошлом. Потому что все, что было у нее, у королевого роя, по большому счету, было награбленным и принадлежало не ей, а другим конам, которых она взламывала с помощью красно-черного. У красно-черного, да, это была сила, возможности подключки и так далее. Но и весь рой это был проект красно-черного. Да уж, как без ядовитых шипов. Да, жестковатые для нее, подчеркнули именно для нее были руки. Я художник, я так и вижу. Тоже интересный клип, интересный. На самом деле, казалось бы, ни о чем клип. Но на самом деле, если подумать под определенным углом, это очередной ритуал. То есть, сначала они проводят определенный ритуал, очень жесткий, с жертвоприношениями, с красными жидкостями и так далее. К сожалению, со смертями. Потом еще один, уже на уровне ритуальной магии и массово, сатанисты, масоны и так далее. Затем это все описывается. То есть, это некоторое время уходит. И вот где-то через месяц появляются клипы. Уже всего лишь через месяц, как я понял. Затем определенные действия с нами. И затем это все накладывается на некоторые события в клипе. В общем, такой через прослойку, как телескоп. Все больше, больше, больше. И это все выкидывается на массы, чтобы все и карму перебросить, и сделать людей вовлеченными, которые смотрят и которые, не зная, под что они подписываются, как-то эмоционально переживают и становятся вовлеченными в то, что они видят в клипах. Ядом или рядом? Вот излюбленный прием взять два похожих слова и наложить. Это было в клипе Нюши у многих и в разных других клипах. Вот вампиры средней полосы, то же самое было. Там наложили слово «это моя семья», «это моя земля». То есть, слышалось и то, и другое. Идет наложение магическое, как магия Вуду. Любое ритуальное наложение – это наложение одного с другим и склеивание смыслов. Тут то же самое. Семья – земля. Рядом – ядом. Я разбирал такие вот, пытался вычти. Действительно, идут. Я брал букву «р» в другом месте у нее и вот рядом. Есть очень нетипичное произношение некоторых звуков. В общем, наложение идет одного слова на другое. И это во многих клипах такое. Уже перестали играться, видимо, в переворот, в реверс. Это когда песня, прослушанная наоборот, на английском такое часто бывает, звучит как совершенно… Ну, иногда другие фразы. Весьма осознанно, но другие фразы. То есть, другое вкладывают значение. А у нас просто наложение бывает звуков. Слушаем. Так что в этом плане тоже нужно быть внимательным. Казалось бы, при чем здесь парень и при чем здесь вот это вот помещение? Ну, вот. И сейчас тот самый костюмчик всплывет из другого клипа. Из предыдущего. Неужели она роза с шипами? Вот что у нее там на затылке написано, так и не понял. Ну, вот. В общем, кто хочет в этих фекальках покопаться самостоятельно, вот там все звуки и смыслы можно поразбирать. Я не хочу быть экспертом в словах, в сортах фекалек. Ну, на мой взгляд, все очевидно. Она пытается выбраться из некоего пространства, в котором ее восстановили, но уже с новыми подписчиками, с новыми, в новой реальности, учитывая новые факторы, которые на нее влияют нехорошо. Костюмчик тоже не случайный. Жесты, движения тоже не случайные. Что она пытается делать? Тоже послание. Кто хочет, пишем в комментарии. Не знаю, где будут комментарии. Насчет YouTube не уверен, но пишите. Личка, в конце концов. Группа ВКонтакте. Группа в Телеграме есть. 1, 2 и 4. Встает. Мой ничья. Ну, в общем, вот оно. Основная идея. Хотела, прям мечтала, ага. И я такой. Вот она. На 3, 0, 2. На все-таки на 3, 0, 3, на шестерке или на семерке на удачу выходит. Спорно. Вот она. В том же самом костюмчике. Шипы не удастся поломать. И вот она передает ей цифровой, уже свободный, вне этого пространства, из сознания масончика, муравья. Вот это вот случайно? Да нет. Коготки им обломали, вырвали все. Всем масончикам. Они уже очень безобидны. Они могут только трепыхаться в определенном замкнутом пространстве. Они не могут вылезти. И вот тут основная идея. Передача информации, взломанной. Вот ей, которая на свободе. Да-да. Ню-ню. Я-то не против. Как в анекдоте думал, мужик медведя поймал. А нет, он его сам держит. Очень сложно удержать человеку камаз, накинув петлю. Я же не против, чтобы меня скачивали. Во мне информация об антивирусе, о истинном порядке. Сколько меня не взламывай, я для виду посопротивляюсь. Эти долба, не очень или очень альтернативно одаренные масоны пытаются магически через людей. Потому что людям-то я более-менее открыт. Магам и прочее. Платят огромные деньги, чтобы и во сне, и на его взламывали. Хорошо. Взламывают, скачивают информацию. Так они получают информацию про антивирус. И потом, если они используют информацию, пшик, вот так происходит. Все просто. Так что я не против. You're welcome. Добро пожаловать. Взламывайте. Сок не хочу, я разрешаю. Забирайте им всю информацию. Это будет как некая вакцина для масончиков. Они нам одну, мы им другую. Я им другую. Легко. Вперед, делайте это. Да, надо же. Ну, естественно, символьный поцелуй. Да, да. Конечно же. Королевишна целует. Рядового масончика. Такого вот. Альтернативного на определенные цифры. Три-три. Шестерка. Совпадение? Не думаю. Да надо же. Ну, передала информацию. Отлично. Масончики передали. Взломали ей. Где она-то? Королевишна. Дальше-то что будет? А дальше смена цветов. И смерть. Три-три-девять. Зеленый и синий. Все, смерть. Кирдык. Корежит масончиков. На интересных цифрах интересные цвета. А, вот почему такой цвет был. Потому что он нейтральный. К любым цветам принимает любые цвета. В общем, они все покажут открыт, как всегда. И на чем все это закончится? Все это заканчивается на 3-1-13 перевернутая. Прямо никакой фантазии. Или 3-5-4 все-таки. 5-4 это девятка. 3-9 получается. Трижды победа. Да хер вам. Ничего вы не победили. Ой, фантазеры, сказочники. Ну, я думаю, что вот это вот вышедшее 2-го апреля и то, что увидела другая ложа, скажем так, оно реальнее. И они показывают открыто. на девятке, на победе идет то явление космическое, глобальное, которое их уничтожает. А это реальность. Ну, кроме фантазии. да, вот шестерка. Идет космическое явление, еще раз показываю, и так далее. Он столкнется с нами. Появляется на 2-4, на шестерке. Ну, в общем, на кодах интересное послание. Столкнется, да. Идет нечто, что их уничтожит. И красно-черного подпевка. Самого красно-черного уже нет. Просто его служитель, эти дьяволы-поклонники, они остаются ни с чем. И это уже очевидно. Тут тоже все символично. Это вы все погибнете, дружки, которые не дружки. И свет уже не в одном из них. Он просто истинного света нет у них. Он заслоняет свет. Все, на шестерке пустота, новая волна. 5-4, девятка он ему передает. Все открыто. в сути некоторого явления некая таблетка. Тоже интересного цвета. Смотрим на какой. На 13 открывается, да? На 12. На 13. синяя таблетка не красное осознание, а наоборот уход от реальности. Синяя таблетка цвет смерти. Они помирают. Кто-то им дал синюю таблетку. Кто? Какие таблетки? Смотрим сеансы. Вот я вот вижу некие параллели просто. Но я в своем мире мне можно. да, конечно. Да, да, да. Тоже по кодам тут интересно кое-что. Все остальное просто ерунда. И реклама некоторого сайта по продаже машин. И вот все остальное. Попробовали сделать просто популярную песенку. На шестерке он тоже жестокленный показывает. Ну вот. Три. Девятка. Опять девятка. Совпадение появляется. Но не красно-черный, просто черный. Служитель. Они уже не претендуют на лидерство. Они понимают, что боженьки их нету. Их мир разрушается. Вот основная идея. Их мир разрушается. Но они пытаются сделать, сыграть хорошую мину при плохой игре, но не получается. Уже даже пирамидок нигде нет. Из звездочек, из свечей. Уже даже красно-черный метод себя не мнит. Уже даже ее образа красной королевы нет. Ничего нет. Их мир разрушается. Но им остается антивирус. Тот самый антивирус. Информация о смерти, которую им дали на квантовом уровне. Все просто и очевидно. Они все показывают открыто. Нужно лишь уметь видеть. Понимать их язык. А их язык в циферках. Из глазика идет и мозг как в цепях. Их мозг в цепях. не наш. Наш как раз освобождается. Мы над этим работаем. 4 4 8 случайно? Совпадение. Бывает. Да конечно вы все масоны помрут. Процесс уже запущен. Через полгода в общем к концу этого года пик листопада в течение трех лет все. Вот абсолютно все. Это уже не просто сумасшествие будет всей масонерии, которая нами рулит всех политиков, высших священников и так далее. Это просто все. Маленькая часть, очень маленькая, вернется к человеческому, почистится, просто почистит, скажем так, останется человеческая составляющая. А все остальные, кто не сможет отказаться от троевого сознания, выбор за каждым. Вот 1, 5, шестерка. Что они тут говорят? Ничего. Этот бред, который он дальше поет, я, скажем так, поет не хочу делать. Вот шестерка, война, 204, как раз войну они объявят тем, кто вот на все это смотрит и не участвует, не хочет одевать вот это вот все и не хочет участвовать в приеме таблеточек, потому что хочет выжить, а их цель, чтобы все умерли, все открыто. На своем уровне они все показывают открыто, на своем языке все говорят открыто. Давно. И нам объявили войну, и про коды 66 и 666, я уже делал разборы, все есть на сайте, смотрим. Еще весной все рассказал. Не вдруг, а точно. Вот на девятки. Вот все. Как они это видят? На самом деле бомбардировка на Кванта Мурне такая была, но нас носил только их. Было весело. новая волна, но в новом обличье против них теперь. Да, вся их страна. не смогут они никуда уехать, не смогут, не выйдет новый транспорт найти. все. Все. Ну, не она волна, это уже не женщина в красном. Могли бы и в красном поставить. Нет. Уже фасеточное зрение вот это вот мониторы уже за ней. За. То есть не она олицетворяет это. И волна просто на ее уровне идет эта волна. девятка открывает новую. Скажем так, новый пульт управления не выйдет. Да, последний транспорт. Теперь крест красный. Тоже символично. В общем, этот бред разбирать можно долго, и он мне поднадоел. Да, на девятке начинаются вот красно-черные служители. выходят на первый план. Black Lives Matter. Случайно ли? Это то, что вот они напоследок. Тему расизма нужно раздуть, тему в общем цель, чтобы вот вот эти вот в красно-черном вот этот генотип поучаствовал в уничтожении окончательно. в запланированном как бы мягче сказать опускании США. Потому что США может выйти из-под контроля, потому что почему-то США голосуют за Трампа. Не по их плану. США против глобалистов. тут все немножко показано, как и в клипах. Да, 9-1-1-3-1-1. Клип на самом деле более серьезен, чем может показаться. Тоже 3 и 6, да. антураж. Вот кто будет участвовать в финальном уничтожении всего. Вот некая пирамида, вот кто типа главный совпадений. Включает мозг, потому что думающие люди им не нужны. Да уж, масончики немножко в своем репертуаре. Никаких ни ума, ни фантазии говорят. Вот это как раз для них ни мозгов, ни фантазии. Ничего нового придумать не могут потому что сами они думать не приучены. Да не вдруг. Повторю. Обязательно. На шестерке вот оно что. Финальные лобызания. На трех да и показывают так нет зря показали старый тамир выживет как раз таки он и будет восстановлен. Вот этот вот мир который они как раз и уничтожили. У них снова противоположность сходится. и все 3-3-9 и вроде конец. Да. Все не случайно. И все переводит снова удар на старый мир на старое здание допотопное. Не выйдет голубчики разрушается ваш мир уничтожается и помираете вы как раз таки старый мир человеческий мир до вторжения он будет восстановлен и мы над этим работаем. Вливайся воин. Все интересное только начинается. Победа неизбежна. Ничто не может отменить грядущее. Продолжение следует...